Футбол для большинства россиян один из любимых видов спорта и одно из больших разочарований. Несмотря на буквально провальное выступление нашей сборной в последние годы, тем не менее и в российском футболе есть значимые имена. Заметным игроком в составе советской сборной был Юрий Семин, футболист рано обратил на себя внимание руководителей нескольких клубов. Специалисты отмечали его хлесткий удар, говорили, что Семин был хорош на позиции нападающего и атакующего полузащитника и отличался быстротой реакции. Юрий Павлович в качестве тренера был более удачлив и успешен. Он был главным тренером российской сборной, но команда под его руководством с основной задачей не справилась, не попала на чемпионат мира в 2008 году. Семин сам был недоволен результатами работы и не стал продлевать контракт. Но любители футбола считают, что Семину удалось сформировать костяк сборной и вырастить ярких футболистов. Это Игорь Акинфеев, братья Василия и Алексей Березу Цыкия, Диньяр Белеледдинов, Роман Павлюченко. Много сил отдал Семин московской команде «Локомотив», и для него, и для футболистов команды это был один из лучших периодов в истории. Этой команде Юрий Павлович отдал три года как игрок и почти 27 лет как тренер. В эту команду Семин приходил и покидал ее четыре раза. Тренера уважали болельщики и игроки. У Юрия Павловича Семина было уникальное прозвище, его почему-то называли Шпалычем. Тренер не обижался, считал прозвище остроумным и даже немного ласковым. Семин запомнился как щедрый и благородный человек. Говорят, он бесчисленное множество раз отдавал деньги из своего кармана нуждающимся болельщикам, футболистам. Как бы ни складывалась игра, тренер никогда не отзывался о своих футболистах плохо. Коллеги вспоминают, что часто видели недовольство Семина игрой, но он ссор за пределы команды и клуба не позволял себе выносить. Юрий Павлович понимал, что в любом случае крайним сделают его. Тренера, если команда проиграет. Тренер у нас всегда виноват. Говорил Семин. А кого еще делать виноватым? При Семине Локомотив выиграл почти все свои трофеи, два Кубка России, завоевал серебро, команда заняла вторую позицию, то есть попала в Лигу чемпионов. Но в мае 2020 года контракт с тренером не продлили. Известный в нашей стране тренер Валерий Газаев считает такое решение руководство величайшей несправедливостью. Но есть и другое мнение, некоторые специалисты приводят убедительные аргументы не в пользу Семина. Против Семина работает его возраст. 74 года. Перестроить игру команду в новом ключе возрастному тренеру не под силу. Семина упрекают в неэкономном расходовании средств. По этому вопросу у тренера всегда были конфликты с теми клубами, где он работал. Было подозрительно, что Семин настаивал на покупке того или иного игрока конкретно, а речь шла о десятках миллионов долларов. Руководство подозревало, что тренер – закулисный участник сделки. Руководство Локомотива платило Юрию Павловичу в год 2 миллиона евро в год. А другого тренера, более молодого, устроит сумму вдвое меньше. Специалисты и болельщики, защищающие Семина, говорят, что все кубки клуба – заслуга тренера и поэтому не стоит упрекать тренера за то, что он столько лет отдал этой работе. Также у специалистов вызывает недоумение, что Семина обвиняют в заинтересованности трансферами. Действительно, разве тренеру может быть безразлично? Какой игрок появится в команде, которую он тренирует? У Юрия Семина хорошая, дружная семья, есть внуки, 17-летняя внучка Мария и внук Павел 8 лет. Его сын Андрей – футболист, в настоящее время тренер. А болельщики Юрия Семина заключают пари на то, как скоро команда Локомотива без него завоюет хотя бы один трофей. А Юрий Павлович много времени посвящает семье и наслаждается жизнью. А как вы оцениваете деятельность тренера Семина? Поклонниками каких футболистов вы являетесь? Большое спасибо, уважаемые читатели, за внимание к статье. Комментарии и лайки весьма приветствуются.